Ну, хорошо играет на ОД. Ничего слабенького, как по мне. Ну, как бы есть ОД, и так играет еще... Он хорошо на паке еще играет. Да, он намного на чем играет, но есть тимбер, есть пак. Пак может быть пак. Тимбер не очень. А вот пак плюс ДС, как думаешь? Пак очень вероятно, что будет тоже пока еще. Не, это все прикольная история, пак, ДС, там и БХ, это все мощное. Но это очень ненадежно. До 40-й минуты надежно, а дальше... Тогда скорее Ember Spirit, чем... До 40-й минуты, ты уже, мне кажется, пораньше это уже перестает быть надежным. Даже 40-ая, это уже далеко. Нынче на 40-й минуте после шпатов бегают иногда люди. Игры заканчиваются на 40-й на этом турнире. Ньюби могут просто украсть сейчас этого ОД, но нет. Могли бы украсть этого ОД, но не хотят. Против Китая? Дизраптор. Заря Сан Кинга они взяли, потому что не взяли бы Адфином сейчас Сан Кинга. Они вообще его некуда. Они бы лучше украли у Адфином того же ОД, и было бы здорово. Не думаю, что коров будут раскрывать. Дизраптор, в принципе, не смотрится неплохо и под Дарк Сиры, да и вообще герой такой активный. Возвращать тех самых под треками убегающих жертв. И хороший суппорт, потому что учитывая, что уже 100% будут дабл-лейны. Китайский сектор на ваших экранах. То есть там Дарк Сир, Дизраптор, Свен, Эмбер Спирит. Вот из этого всего. Может быть, но Спирит Брейкер уже вряд ли. Уже некуда его. Ну да, Спирит Брейкер такой себе. Да, ОТ уж очень как-то напрашивается. Это и метовый герой, и против Джаггера хорошо. И с Дарк Сиром. Ну как по мне, это не очень. С Дарк Сиром это... Не, это вообще... Ты не понимаешь фишку. Фишка в том, что они берут 5 героев и вообще не шаришь, я бы так сказал. Они берут 5 героев, которые будут просто, как только БХ получат треки, бежать вперед и драться везде. ОД в это не вписывается. Ну есть... Ладно, у них ни одного ОД действительно нет, так что я закрываю. Нет, один очень давно был. Ну ладно. Вот закрывай. Есть Снайпер еще. Ну вот и Снайпер за баней. Снайпер-бан. А, он в бане. Тогда нет Снайпера действительно. Из-за того, чем они играли пак, все тот же остался. Так на нем прям много играл, но... Думаю, что был пока с Дизраптором. А СС захочет инвокера, мне кажется, сейчас заедет. В идеале он бы... Вот так вот. Ну вот тоже, который идет и месяц, да. Самые большие статы у него в доте. Ну просто это расчет на то, что БХ будет крутиться с ДСом или в миде, а Бэйн плюс один керри должны против Санкинга совладать. А Санкинг это такой парень. Сейчас вопрос в керри под Бэйна против Санкинга, потому что таких немного... Вообще Свена могут взять, они его любят тоже очень сильно. И против Джаггера хорошо дерется. Да. Ну Свенов, правда, на этом турнире тоже у них не было. Луна была... Да та же Луна, в принципе, даже без СД, она бы хорошо смотрелась, мне кажется. Под Луну все-таки нужен какой-никакой сейв, прикрытие. Луна мне здесь не очень нравится. Во-первых, Рубик очень легко ультимейт может украсть, неприятно. Джаггернаут, ну, как бы нормально против Луны Войт. Ну, нет, это всегда рабочий герой, в принципе, это Луна. Может, Войт керри. Войт, может быть. Ну, тут все вообще в хроносферу полный раз каст. Бэйн ультит уже в хроносферу. Мне Денжаптер, конечно, гораздо больше нравился, чем Бэйн. Под Дарксира как минимум герой хоть какой-то. Да, хороший был пик. Но им виднее. Они любят, на самом деле, Войда и могут даже с Бэйном поставить Войда. Только из той логики, что этот Войт идет меситься тоже со всеми. И за хроносферу в щитах даже без айтемов дерется и наносит демэдж. Слушай, но они, конечно, те еще мясорубы эти от Фенем. Но не то, чтобы прям у них такая самоцель. Ну, они не MVP все-таки. Когда первый пик Баунти Хантер, у тебя сама цель идти и драться априори. Ну, если ты хочешь идти и драться, тогда все-таки лучше не Войда брать. А вот и ОД. Против них залетает. Да, ну что. Луна даже вот без SD заходит. Ну, это лучше, чем Войт. Вот если ты хочешь пойти подраться, то Войт такое себе. Ну да, там Дарксир Мекку купил. Или даже БХ. А Дарксир этот щиточек. Апгрейджен Ивангвард, Кримсонгвард. Луна это еще не конец. И пошли драться. Это еще не конец. Нужен план, чтобы... Я думаю, что Эмбер Спирид будет почему-то. Может, с ДСУД он, конечно, так себе стоит. Что-то похоже на так себе историю. Мне кажется, что ИН лучше не отходить от своих планов и взять либо Пилу, либо Пака. Это Пак, но Пака забанят, мне кажется. Ньюби должны забанить Пака, потому что он как-то напрашивается. Он напрашивается, но, если честно, вот ты смотришь на этот пик и просто понимаешь, что УД купил Хуррикан Пайн и БКБ, и он не проиграл. Они вообще разором играли им хоть как-то. Ни разу, по-моему. Я не вижу ни одного разора за тысячу игр. Но, по-моему, против них баннили пятым пиком. Ну, это на самом деле дефолтный китайский бан. Да, да. Это Шапка горит. Шапка горит. Шапка горит. Да, это дефолтный китайский бан против Вайбе, против ФД банишь Разора, но на самом деле... Но это Пак. Все равно. Да. Может быть. А Ньюби остался. Или Пила. Пак или Пила, я бы так выбирал на их месте. А Ньюби... Пила против ФД не очень приятненько стоит все-таки. И на нее контроль уже есть. Пила просто сама по игре посильнее, чем Пак. Пак это такой странный герой. Если ты дал косты и проиграл... Ну, все не умерли сразу. Не очень полезен. А Пила все-таки, она много раз катается, может, по драке. Еще и пилит. Еще и пилит. Ну, тут как бы, да, там Рубик будет поднимать, может быть, и стоять в мини не очень прикольно. Просто как герой посильнее. Дефолтный китайский пудж. Меня не устраивает, что ничего под Дарксиры нет. Брать его только ради щитка на БХ нет. У них не такой стиль. Я все-таки склоняюсь к какому-то милишнику в мид. Может, они сейчас выберут. Пила тоже, конечно, милишник. Но он не такой уж и контактный. Он не пристает, как Эмбер Спирит. В принципе, конечно, есть еще у них инвокер. Да, он же не в бане до сих пор. И под щитком танкует нормальный инвокер. Ну, не знаю. Мне Пак тут лучше всех. Пак смотрит. Пак это их стандартный. Темпларочку еще иногда любят. Да, кстати, было такое действительно. Темпларочка присутствовала иногда у Тага. Он нормально разваливает. Ну, давно не было. На этом турнире не было темпларок. Да и вообще за последнее долгое время не было темпларок. Ну, когда-то точно была. Dragon Knight есть точно. Но темплар осасим. Наша малышка. Ну, вот они дали слабину, как по мне. Пуч. Точно пуч. Они испугались того, что они не смогут задавить с этим паком. Да, и проиграют в лейте. Взяли темпларку. Типа усилили лейт. Ну, мне кажется, вот как раз немножко всю стратегию свою. Но тут Омни все вылечил. Он и ранние драки лечит, и поздние драки с Guardian Nigel'ом лечит. Вообще, это стандартная пабовская связочка из двух пати ММР. Это OD плюс Омни. Да, и на это управу надо найти еще. Ребят, Ньюби против Адфином. Начинают играть прямо сейчас. А мы возвращаем наше слово в Бостон, где комментаторы будут этот матч для вас обсуждать. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Форс и Каспер, и мы начинаем смотреть битву, века битву дня, наверное. Наконец-то. Я уже замерз, честно говоря. Ребята так долго собирались с мыслями, что я уже реально вот думаю, когда же начнется игра, потому что, во-первых, я очень долгое время находился в зрительском зале. И как тебе вообще там атмосферка? Ну, пока, мягко говоря, игры все заканчивались 2-0. Вот только E-Home NP сыграли 2-1. За последние карты было действительно наблюдать любопытно, потому что какой-никакой накал страстей присутствует, и за таким всегда наблюдать интересно. Ну, а первая игра 2-0, это так себе. И вчера тоже все игры у нас 2-0 заканчивались, что тоже не очень хорошо. Но будем надеяться, что этот матч все-таки заставит понервничать болельщиков и Адфином, и ребят из Ньюби. Да уж, я изначально делал небольшую ставочку, наверное, на Ньюби, казались они мне посильнее, но вот сейчас почему-то уверенность у греческих богов потихонечку начала появляться. Да, ну вот нам показывают, что так будет на Темпларке в центре стоять, Мейбен Экстайм будет помогать на Баунти Хантере, Дарксир от Скайларк, Мадара Луна и Спарта на Бэйне. Да, отлично. КК на Сент-Кинге играет у нас. С-Трипл-С на Диваурере. Фейд будет играть на Рубике. Юнайн на Керри Джиггернауте. Там, кстати говоря, уже варды команды проставили. Ну и КПА, естественно... Мы сейчас к этому перейдем. На Омники будет играть, последний герой, который здесь остался. Мейбен Экстайм сейчас много информации дает. Он заметил, как команда Ньюби перетягивается на Бодруну, но от Финнам реагирует соответствующе. И, кстати, сейчас Баунти Хантер должен сломать вард. По идее, Сентри достает до него... Да, скорее всего, Тагу отдадут, просто лишнюю сотку золота. Так и происходит. При этом он еще Танго подъел и сразу же несет себе Салву. Пиктем Пларки в данной игре был 100% читаем, конечно же, потому что, во-первых, от Финнам очень часто играют Тэмпларкой. И Тэмпларки, если я не ошибаюсь, уже были на этом турнире. Вот наши аналитики и разбирали два варианта между Паком и Тэмпларкой. И опасение вызвало то, что с Паком вы можете не задавить на старте, и дальше будет сложно. Пак просто немножечко не вписывается в сегодняшнюю мету с как минимум двумя хорошими корами лейтовыми. Вот, вот. И Тэмпларка реально увереннее выглядит. Кстати, нашли у нас Мейбен Экстайм, и, кажется, его будут забирать. Да, Баунти Хантер трех героев на себе выдержать не может, и это первая кровь для Ньюби. Да, достаточно легкий фраг. Приятно то, что именно Джиггернаут забирает ФБ. Поскорее купит фейзы, как вариант. Будет проще в соло какие-то фраги делать. Да, ну и в остальном у нас что получается по линиям. Тэмпларка стоит себе более-менее спокойно против ОД. А тут, мы видим, уже начинают гонять Омни Найта, который оказался в своей легкой лиде. Ну, таким образом она не совсем для него, мы видим, легкая, потому что с Луной он встретился. Да, забавно то, что Омни Найт у нас играет на позиции Хардлей, судя по всему. Да, в данной игре. А Дарксвер долгое время проводит в лесу. Ну, как, пока что полторы минуты. Интересно было бы посмотреть на него. Да, у него Айрон Талон, собственно. Он изначально, видимо, и собирался в лес. Да. Он получит третий левел очень быстро, буквально за две минуты. И придет на лайн к Баунти Хантеру. Будет с Йон Шеллами гонять саппортов. Омни Найт, конечно, очень жирный. Вот с Порман Шеллом нам сразу же на это немного намекнули. И Джиггернаут вместе с КК заходит и начинают убивать крипов очень активно. Видимо, решили сломать эту башню как можно раньше. А потом, вероятно, просто перетянется Джаггер в свою легкую и будет дальше стоять себе фармить. Ну, может быть, перетянется, может быть и нет. Посмотрим, как от Финнам просто расставят свои лейны дальше. Обычно кэри убирают тогда, когда на сейфлейне есть какой-то герой, который быстро получает левел. Например, Тимбер тот же самый. А потом приходит один против Триплы стоять. А у него пятый уровень, у кэри там третий, у саппортов там вторые, допустим, левела. И ему никто ничего не сможет сделать. Падает вышка на второй с половиной минуте. Это очень быстро. Очень быстро, перед тем, что вышка падает. Это в сложной линии у Ньюби. Да, мы уже говорили про то, что линии тут поставили немного необычно. Кстати, находят Баунти Хантера, вновь копают. И вновь убийство. 2-0. Но пока остальные линии себя чувствуют достаточно спокойно. Пока тут три героя Ньюби тусуются. В центре мы видим Темпларка. Пытается своими силами противостоять. ОД 13 на 4. Вернее, у Темплара Ассасин. ОД 11 на 5. Да, мало того, что Темпларка это сигнатурный герой для тага. Но Темпларка еще очень хороша против Деваурера. Конкретно на лайне. Посмотрим, как там в последствии. Ну, в последствии тоже вроде бы как удобно должно играть Темпларк. И ты берешь блинг, тебя прячут в рефракшн. Ты выходишь из астрала. Тебя прячут в астрал. Ты за счет рефракшна выходишь из астрала через блинг. Ты стояла постоянно. И из-за этого с опытом есть небольшие проблемы. И вновь выход. В этот раз мы видим, нападают на Дарксира. Попытка убежать, естественно, ничем хорошим не увенчается. Скайларка должны забирать, но он уходит на 16 хитпоинтах. Фейт ставком он очень быстрый. Можно добить, да. Умирает Дарксир пятого уровня, если что. И Рубик там неплохо должен был подкормиться. Рубик практически в соло получил экспу. Ну, скорее всего, в соло получил экспу. Там, судя по всему, не дотягивался джиггернаут. Поэтому это очень важный момент. Чем скорее у Рубика появится левел 6, тем лучше, конечно же, для команды Ньюби. И вот сейчас Сенкинг отправляется наверх. Также Деваурер находит руну ускорения. И у Мадары будут не то чтобы проблемы, скорее всего, он умрет. Прямо сейчас нападение на Омни Найта. Но Омни Найт все прекрасно понимает. Понимает, что на помощь к нему уже пришли. Манга подъедает. Мадара еще один удар. И фраг легчайший. 4-0. Ньюби ведут. Да, у Атфиннам пока что не получается играть. Пытаются ребята поднапрячь джиггернаута. Если нету телепорта, то джиггернаут должен здесь погибать, судя по всему. Хотя, судя по всему, Сурдж в пулдауне был. Да и скорость на фейзах слишком высокая у джиггера. Тяжело догнать. Бэйнан нашли в конце концов. Естественно, Спартан уже не сможет скрыться. Слишком все у него... Ой, да ладно. Да нет, в любом случае должны догонять. Скорее всего. Чуть больше времени просто потратят ребята из Ньюби на этого Бэйна. Пытается Спартан помансить. Может, как-то в нейтралов попытается отдаться. Но его спрятали уже в Астралы. Всюду он никуда не денется. Да, очень-очень долго бегал Спартан. Ну, там, в теории, он мог бы засуицидиться от нейтралов, если бы пораньше забежал на ХГ, прокнул бы мисс. Он бы там добежал до Медведя. Да, ну, слишком много если. Слишком много если, действительно. Вот там еще раз показываю. Да, выходит он из Астрала. Казалось бы, вполне очевидное телодвижение для Сент-Кинга. Но Спартан хорошую траекторию выбрал. Ты посмотри на его реакцию. Мне кажется, он в первую очередь не ожидал, что такое произойдет. Да, он, скорее всего, уже готовился к быстрому выходу из таверны, но пришлось еще там помансить какое-то время. Но, слушай, как бы не складывалась плохо ситуация у ребят из Атвина, мы видим то, что три топовых крипстата принадлежат греческой команде. Это, скорее всего, связано с тем, что суппорты Ньюби бегали все время за Джаггернаутом. И таким образом и Темпларка, и Луна стояли в себе очень спокойно. А Дарксир, как мы уже говорили, со старта с Таллоном ушел в лес. Ему там точно никто помешать не мог. Да, у Дарксира, в общем-то, в основном лесные крипы. Они подешевле по сравнению с лайновыми. И они все твои, что очень важно. Тебе никто толком не мешает. В этом главный плюс. Фарма в лесу. Да, если против тебя какого-то конкретного персонажа нет, там, анти-лесника, то, да, один кайф там фармить. И два неплохих корова от Финнам, вот все, что я хочу сказать. Вообще, герои у них неплохие и в начале игры, и в середине, и даже ближе к концу. Они актуальность вроде как не особо теряют. Так что, по сути, могут постоять немного крипов побить, мне кажется. Ну, слушай, вот по конкретно Нетворсам Ньюби себя чувствует получше. Ну, естественно, у них все-таки пять фрагов преимущества имеется. Да, и вышечку они на боте спушили. Это тоже деньги, какие-никакие. И вот сейчас перетягиваются вниз. Ребята использовали скан, но не нашли луну. Возможно, они думают, что Мадара... Ай-яй-яй, не двигайся, не двигайся, Мадара! Ты посмотри, какая позиция. Буквально несколько пикселей не хватило. В любом случае, он фармить здесь не сможет. Потому что лайн очень далеко, ему нужно отсюда делать телепорт. Но он очень сейчас сильно рискует, если его найдут. Вижу, подъедает деревья. Слышу, вернее. Еще подошел. Да, Мадара ему жалко прожать телепорт, судя по всему. Я чуть не совсем пока понимаю, почему он здесь не сможет фармить. Да, он все-таки прожимает ТБ, но очень сильно рисковал. Его могли там найти. Но найти вряд ли. Он мог сам где-то просто выйти, не поверить в то, что выехали именно за ним, и лишний раз подставиться. Там, конечно, вот такую нычку прогрыз, что... Ну, от финнам просто поверили... Точнее, не от финнам, ньюби просто поверили здравому смыслу. Они использовали скан, они прокликали лун, увидели там телепорты и думали то, что... Ну, наверное, уже он все-таки телепортировался. Да, да, да. Скорее всего, именно так и было. А если бы послушали бы свою интуицию, возможно бы нашли Мадару. Он говорит, ты представляешь, после игры ребята включают реплей, проверяют, и сынкин... Ну, я же говорил, что он там стоит. Вот я пошел, а вы мне, да куда ты идешь? Это типичный момент в послематчевом разборе. Ну, и бессобираются в центре. Хотят сломать вышку. Да, их тут пока четверо, и один Бэйн, там, или даже вдвоем с темпларкой, они точно ничего сделать не смогут. Вот он, Спартан, отступил. Немножечко крипов на себя перевел. И Баунти Хантер. Ну, КПА чувствует то, что как-то сильно его тут прожигает невидимый юнит с Йоншелом, поэтому он осознает то, что, скорее всего, БХ здесь где-то должен быть с щитком от Дарксира. Слушай, судя по всему, нацелены сейчас повоевать от Финнэм, но там стоит Хеллингвад. Очень много крипов еще. И Крипс тяжело закастовать будет, из-за того, что крипов много. А вот тут, кажется, и первая встреча. По крайней мере, Баунти Хантер хотя бы подсветил пару ребят. И все, на этом встреча завершилась. Вообще, драк пока мы не видим. Вот буквально локальные какие-то происшествия, но сильно на ход игры пока мы видим они не влияют. Хотя немножечко, немножечко Нюби вырвались. С утра вот Мадара писал твит о том, что он не собирается играть пассивно. Он набрал вот таких героев для активной доты, но Нюби готовы к такому. У них есть Омник, очень сильный в мидгейме герой. И если все-таки от Финнэм соберутся и начнут как-то давить, хотя пока они этого не делают, то им придется столкнуться с этим Омни Найтом. Ну, просто понимаешь, штука в том, что они пошли сначала втроем внизу вышку забрали, потом вчетвером, впятером в центр переместились, и сейчас они вновь там втроем, вчетвером находятся... Ой, тут кака. Баунти Хантер не успевает до него добежать. Да, естественно, Сенкинг слишком быстрый. Так вот, и теперь они вчетвером находятся на верхней линии. А драться от Финнэм пока не могут. Именно коллективно драться нормально, потому что Темпларка ничего не имеет, она просто не добежит банально до замеса, если какой-то Сенкинг остановит, или Рубик, или еще кто угодно. Бэйн, Баунти Хантер, Дарксир — это все боевые герои, в случае, если там у Дарксира есть Блинг Даггер, например, если у Бэйна там какая-то линза хотя бы есть, или еще что-то в этом духе. Действительно, Дарксира инициатором на такой минуте назвать очень сложно. Вот именно. Был бы какой-то там Клокер, Бестмастер, можно было бы за счет Вижена, Хавков, да, или там за счет Кукшота как-то драку начать попытаться. Но пока у Атфином не получается, вот за счет того, что Ньюби держит хорошую позицию, забирают вышки с большим количеством героев, подефать не получается. Да, и таким образом нужно пытаться как-то изощряться, изворачиваться и искать дополнительные способы заработка. Значит, как-то ломать башенки. Сенкинг нападает, успевает повесить трек Баунти Хантер, а это значит, что Кака умрет. Отличная работа, первый фраг для команды Атфином на 11-й минуте, и этот фраг был под треком. БХ потихонечку начинает зарабатывать денежки. Бежит Рубик, хочет, возможно, как-то подцепить Луну телекинезом, но... Какой быстрый этот дыр! Ого, какой огромный рэндж! А, у него просто руна ускорения, я понял. Да. Все-таки Монару забрали. Вот из-за того, что рано упала вышка, нету помощи сейчас на боте. Да, все верно. Мог бы сюда сейчас телепортироваться. Дарк Сир, там какой-то Бейн мог бы быть поближе, да, и помочь Мадаре, но физически невозможно это сделать, когда у тебя так быстро падает вышка. Хотя это уже 12-я минута, вполне вероятно, она и так бы была сломана в конце концов. Да, в любом случае, в любом случае, часть правды в твоих словах есть, и смотри, что происходит. Так, благодаря фарму древних, сумел догнать Джиггернаут, который буквально несколько минут назад был... Смотри, смотри, цепляют через Финсгрип, хотели подцепить Джиггернаута, даже Сурдж прожали грамотно от Виннам, но чуть-чуть не получилось. Проверяют наличие вардов, Спартан ничего не видит, ну, вардов там просто-напросто нету. И Джиггернаут, судя по всему, просто побоялся идти дальше, вот зафармив эту пачку крипов, он отправляется в лес, а Ньюби тем временем отвечают смоуком и идут в лес от Финнам. Причем от Финнам догадываются примерно о том, где находится Ньюби, одно из возможных мест, куда Ньюби пошли, они просветили, и, видимо, методом исключения могут сделать вывод, что просто пошли по другому направлению. Но вот сейчас Луна подставляется. Нет, нет, видимо, не совсем поняли греки, что происходит, в противном случае Луна бы так не делала, это очень рисково. Ну, возможно, Мадара просто старался меньше дэмэджа получать от нейтралов, то есть он там отводил чуть-чуть подальше, чтобы не тыкали его крипы. Не, я просто о том, что он бы вообще-то, скорее всего, не отправился на этот лагерь крипов фармить, если бы знал, что где-то там в одном экране находятся люди. Скорее всего, так и есть. Ну, какие-то вышки все-таки должны от Финнам сломать, им тяжело по карте перемещаться на данный момент. Дарксир приобретает Меку достаточно раннюю, но драться от этого намного проще не станет. Слушай, так это же знаменитая комбинация Омник плюс Деваврор. Ну да. Я только сейчас заметил, я тебе так скажу. Ну, это тоже будет, конечно, добавлять перца в этот матч. Куда, я даже не боюсь спрашивать, будет это добавлять перца. Я думаю, что в рейтинговые игры там уже добавить немножко перца. Там уже все давно этим играют. Это уже пережитки прошлого, да? Да, пока что от Финнам принимают, вероятно, самое правильное решение. Просто выходят в размен по башням, потому что по-прежнему ответить боем они не могут. И приходится терпеть побои вот эти все. Да, следует также призадуматься над покупкой Диффьюжил Блейда. И кому этот артефакт лучше всего купить. Ну, наверное, Темпларки там после блинка Дезолятора. Слушай, ну Ньюби все-таки видит то, что соперник не горит желанием с ними драться. И просто идут на Рошана. Да, вроде как все верно делают. А с другой стороны Темпларка уже наверху с Дезолятором. Ну, если от Финнам смогут сломать вышку на топе, то в принципе, в принципе, это будет более-менее равноценный размин. Если греки впоследствии смогут как-то избегать боя. Но что-то мне подсказывает, что могут они не успеть. Ньюби прожимают смоки, делают телепорты на Т3 вышке. Мэйби Некстайм находится в хорошей позиции. Он дает информацию о том, что Ньюби собираются защищать. И прилетает у Деа с Астралом. Нападает на Тага. Так, на развороте из-под Мэлда выдает неплохой удар по Атол Девару. Рукака копает Мадару вместе со Скайларком. Тут же заходит Мадара с ультимативной. И быстренько сдувают Джиггернаута. Это крайне важный персонаж. Спартан живет, впитывает. Промахивается по Скайларку КК, но это не мешает продолжить драку Ньюби. Очень интересный получился замес. Потому что урона было выдано достаточно много. Заклинаний потрачено было так же большое количество. Но при этом погибло лишь по одному персонажу с каждой стороны. Да, греки побольше золота заработали. Там еще наверняка под треком сделали этот фраг. Хотя в Fight Recap этого не отображается. Ну вот сейчас мы и поглядим более детально. Вот он Джиггернаут, заходит со спины. Идет драться. Крутится. Получает один удар. Два, три. Я понял, что-то случилось с Джиггернаутом. Его так убил просто Смелда. Очень много урода за счет дезолятора. У Тампларки на данный момент Рубик своровал хороший спелл. Он украл финсгрип у Рубика, но использовать он его так и не смог. Просто потому, что он находился под треком и у него было мало здоровья. Если бы он подошел чуть-чуть поближе, мог бы получить тост какой-то случайный и погиб бы. Вновь там показывают эмоционального Спартона. Спарта нервничает, конечно, судя по всему. Но действительно, это сингл элиминейшн. Каждая ошибка может стоить тебе игры. При этом стоит вновь напомнить нашим зрителям о том, что это первый вот настолько крупный турнир для адфинам. Потому что до этого они выступали, кажется, на виплей, на саммите. Но там масштабы мероприятия были несколько иные. Скажем так, впервые греческий флаг отображается вот в этих кабинках. Да. На мониторах этих кабинок. На турнирах от Valve это действительно впервые. Достаточно любопытно. Вот такое необычное ощущение, когда видишь греческий флаг. Но от финнам заслужили. В группах они играли не в группах, а на квалификациях. Да и в общем-то в группах они достаточно неплохо играли. Просто там ребята из OG у них были, E-Home тоже дрались красиво. Греки уже немалый путь проделали. Я тоже могу подвести такой небольшой итог. То, что даже если вдруг они потерпят поражение сейчас от Ньюби, они уже в некотором смысле войдут в историю. Далеко не каждая команда могла пройти вот сквозь тернии к звездам, как этот греческий коллектив. Ну, знаешь, Китаю пока что не везет. Огромное количество китайских команд за... Подрезал, подрезал maybe next time Курьера. Делает тэп-аут, но... Успевает. У него в общем-то и вижена там не было, поэтому... Не смог бы он этого баунти хантера спрятать. Ну, мелочи приятны, как говорится. Подрезал Курьера, какие-то денежки своим тиммейтам. Теперь не так просто артефакты притащить себе, игрокам Ньюби. Это все поможет как-то сплитпушить, возможно. Придется скоро, возможно, вытаскивать Джаггернаута из таверны. Или Рубика очень-очень близко от финнам находятся. К этим новым персонажам находились вернее. Но счет по-прежнему 2-7 в пользу Ньюби. И вот так. Опа! На 15 тысяч рейнджи вот этот удар. Обожаю. Мне кажется, после каждого эпизода более-менее удачного для от финнам можно показывать смартона. Самый интересный плеер-камп пока что именно у команды от финнам. Я думаю, никто с этим спорить не будет. Слушай, но удалось от финнам все-таки как-то внести дисбаланс в игру. Не позволяют они своим соперникам заходить и бесплатно забирать вышки. Стоят еще т2-вышки на центре и на топе. Уже, да. И Ньюби туда никак пока что не подойти. Потому что Мадара все время сплитпушит. Где-то находится так еще в каком-то интересном месте. Maybe Next Time заставляет отвлекаться игроков Ньюби. Делать какие-то телепорты. Мне вообще кажется, что Ньюби сами забыли, зачем они в эту игру зашли. Если вот с первой линии башен они разобрались очень легко, то вот Тир-2 уже дается не так просто. Причем я бы даже не сказал, что это колоссальная заслуга от финнам. Они безусловно молодцы. То, что они тоже рассредоточились и в некотором смысле раскачивают Ньюби. Но Ньюби, вы до текущего момента бегали в пятером, ломали башни. Что с вами случилось? Случилось то, что на топе нету Т-2. Вот что случилось. Туда подойдет Луна, туда подойдет Темпларка. И можно лишиться Т-3 вышки очень быстро. А там дальше ты сам прекрасно представляешь на этом турнире, что происходит с Бараками. Когда Луна заходит на лайн, где нету вышки. Она очень легко разрушает строение. Манту приобретает Джиггернаут. Но, с другой стороны, у Деваврера есть Мидасик. Без артефактов Деваврер впоследствии не останется. Он и сейчас неплохо себя чувствует. У него 10 тысяч, он на 200 монет отстает от Темпларки. Меня очень радует именно Темпларка. Просто я знаю силу этого персонажа. То, что герой может быть просто каким-то бешеным, неконтролируемым абсолютно. Если появляется вовремя Блэкинг Бар, и ты не чувствуешь дефицита в уроне. А в данном случае это именно так. Потому что Дезолятор появился очень быстро. Блинк тоже есть. Соответственно, урон есть. Мобильность есть. Остался Блэкинг Бар. Будет БКБ-эха? Все. Остановить Темпларку нечем. Вот эти все Рубики, Омни Найты, Сент Кинги. Если хоть кто-то из этих персонажей окажется вне позиции, да даже Деваврер, то она просто мехом внутрь вывернет этих героев. Интересно то, что Ньюби не собираются проявлять инициативу на данной карте. И в таком случае вопрос, когда же Атфинам начнут проявлять эту инициативу? Видимо, когда дофармят БКБ на Темпларке. Сейчас, сейчас, смотри. Уже видят КК, видят Ю-9. И просто дают инфу Баунти Хантер. Там два варда стоит. И Атфинам рассасываются. Да, я тоже думаю, что до появления Блэкинг Бара никто никуда не пойдет. А смысла особо нет. Надо скорее бежать на топ и на центр. Потому что Ньюби могут дойти сейчас по боту. Куда? А, хотя-то нет, это два вышки тогда, наверное. Ньюби все-таки профармят лес, профармят еще пару патчек крипов здесь. И уйдут обратно куда-то фармить. Интересно то, что вот в такой игре очень тяжело быть полезным Баунти Хантером, скажем так. А вот у Мэйби Некст Тайм это получается. Он подрезал Курьера, но это не вся работа, которую он делает. Он столько уже выходов команды Ньюби увидел, столько раз спас свою команду вот таким вот косвенным образом, что можно уже говорить о каком-то серьезном импакте этого персонажа на этой карте. Да, плюс вот сейчас вроде бы... Сейчас трек повесят какой-то там опять. Да, да, да. Ты даешь информацию на каких-то, казалось бы, 30 секунд. Но эти там 30-40 секунд, они по сути могут определить ход следующих там 2-3 минут даже. Да, я помню, когда трек давал Vision Wow E еще. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот знаешь, просто ты смотришь, оглядываешься назад, видишь все вот эти вещи, которые раньше существовали, и понимаешь, насколько люди научились тонко пользоваться всеми преимуществами, вообще вплоть до мелочей. Что и у Слардера там, кажется, меняли Amplify Damage, и у трека тоже меняли это свойство. И информация решает очень многое. Мы сегодня видели противостояние Beastmaster против Night Stalker. Это раньше тоже было такое классическое противостояние. Один дает очень большое поле обзора, в принципе, всегда за счет птиц, да, второй ночью. Там Keeper of the Light тоже с агонимом и так далее, и так далее. То есть информация является неотъемлемой частью, в принципе, игры Dota, да и многих игр. И не только игр боевых действий. Да, сейчас просто нужно фармить очень много, когда ты берешь какого-то хорошего кора на сейфлейн, плюс у тебя в миде там более-менее сносный какой-то лейт-персонаж, что тебе фармить нужно. А если у тебя нет информации, то как тебе фармить? Именно. Ты можешь куда-то зайти, тебя убьют. А если тебя убивают, то вот сегодня буквально на первой карте, кажется, вот первого матча, там Shadow Demon просто где-то там подставился, и все, сразу же минус лайн. Хотя, казалось бы, это саппорт пятой позиции. Раньше такого не было. Подцепили там Пларку, да, там похоже? Да, но она, кажется, была в рефракшене до недавних пор. Успевает так поражать БКБ, пытается сделать ТПАУ, 300-200 хитпоинтов, и успевает. Не хватает урона ребятам из Ньюби. Да, БКБ выручает, конечно, это практически иммунитет. Вот против таких героев, пока там нет Джаггернаута, то Блэйкинг Бар спасительный артефакт. У Джаггера, кстати, уже 3000 есть, помимо Монта Стайла. Ну, Юнайн думает, судя по всему, что ему следует делать в этой игре. Решил, решил живу за. Ну, это, опять-таки, контактный артефакт. Можно было бы позволить себе приобрести, наверное, и бабочку, и вот по билду Шадоу играть через какой-то Мьолнир. Там рецепт Шивы еще, видимо, девауэрерский. Да, возможно. Он перед тем, как идти гангать Темпларку закупился. Смотри, 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 что делает Мэйби Некстайм по миникарте. Он хочет подрезать Курьера, и он не успевает подрезать Курьера. Да. Тут, к сожалению. Куча деревьев, ничего не видно. Вард нужен, вард нужен в такой ситуации. Вот я помню, как ребята из С9 на одном из интернешнолов постоянно этих Курьеров резали. Бон Севан, кажется, играл. Или пирог Лошадь Смерть. Возможно, Пайлай Дай. Возможно, Пайлай Дай. Да, я вот помню, что там был момент с этим Баунти Хантером. Кстати, вот он, дождался Курьера. Ай, нет, не нанес удар. Слишком замешкался. Отменил тычку. Мог дать, мог дать. Теоретически мог, конечно же. Да, и я помню эти истории, когда там по пять Курьеров за игру умирало. И смотри, у нас начинается с тычка. Скайларк прыгает, никого не стягивает вакуумом, ставит стенку, которая так же вроде никого толком не цепляет. Но КАК рискует умереть очень быстро. Луну зацепили. Луна, беги, подруга. Нет, никуда она не убежит. И, кажется, Темпларка со своим Блэккинг Баром так же убить никого не сможет. Хотя, я ошибаюсь. Рубик уже погиб. Диффюжел Блэйд работает вот так вот так. Успевает отпрыгнуть с Блинг Дайгера. Сразу же за ним прыгает КПА. Проказ по области есть. Ждет рефракшен и Блинг. Да, скорее всего так и будет. Скорее всего так сможет отблингнуться. Но там его встречает КПА. Начинает замедлять Диггенауры. Так просто старается уйти телепортом. И не успевает его спрятать Деваврор. Да, чуть-чуть тоже не долетел. И тут Мэйбинэкстайм в очередной раз, видимо, хочет подрезать Курьера. Он сейчас увидит. Вот сейчас Курьер пролетает. Но он не успеет. Да. Скорее всего не успеет. И Шивасгвард уже прилетел к ОД. Да, вот нам еще раз показывает. Слишком рассредоточилась драка. В идеале, конечно, чтобы Дарксир попал по нескольким персонажам своей стенкой нормально. Кстати, Рубик украл стенку. Да, Рубик украл стенку. Более того, Дарксир влетел так. Он хотел там, видимо, вакуумом стянуть с Рошпита игроков на хайграунд. Но у него не получилось это сделать. Он просто погиб. Его продиффузил Джаггер. Догнал и убил. Да, но вновь мы видим то, что драфт, который чуть больше заточен под замес, в замесе и выигрывает. Неожиданно. Что тогда делать Атфином? Да, ну у Ньюби элементарно. У них больше дизейбов на данный момент. У них есть хороший хил, есть иммунность к магии за счет репела. Диффузов у Атфином пока что я не наблюдал. Возможно, после вот этого Блокинг Бара сейчас пойду диффузов. На Тэмпларке так точно уже диффузов Блэй должен быть в процессе сборки. Ой, посмотри, какой вард стоит. Прямо на базе. Да, вард действительно хороший. Такой нетривиальный вард. Но такие варды очень выгодно ставить в центре вот именно. Потому что соперник в основном через центр заходит на твою территорию. И ты видишь перетяжки. Вот этот вард, который еще на базе стоит у Ньюби, он очень хорош, потому что постоянно идет сплитбош по верхней линии. И ты моментально видишь какие-то телепорты. Кстати, возможно, попытаются зацепить Жгернаута. Но у него там и гида, и его все равно без толку пытаться забирать. Но если бы он там как-то оказался отрезанным от своей команды, его можно было бы через финсгрип подцепить и убить. Но тиммейты его не бросили бы. Сэнкинг покупает гем. Очень много хороших вардов от Вином по карте расставили. Если Сэнкинг сейчас все это задевардит, будет обидно. Но там все не так просто. Потому что вот вард, который на базе стоит, скорее всего Сэнкинг там не окажется еще в ближайших несколько минут. Так что этот вард простоит еще очень долго. Тот, который на холмике стоит, вот сверху карты мы видим. До него тоже Сэнкинг может просто не добраться. Он бегает себе пешочком по земле, что-то рассматривает, где там глазики стоят. Иногда запрыгивая на холмике, проверяя самые стандартные позиции. Да, кстати говоря, команда от Вином игнорирует покупку диффузов в этой игре. Там Кристалис появился у Темпларки. Ну, в принципе, на такой стадии, может быть, уже диффуза и не обязательно так нужны. Можно убивать и без диффузов, если хорошо инициировать, но... А если Guardian Angel, вот в чем штука. Да, Guardian Angel контрит Темпларку на корню. У вас весь урон физический, потому что Луна, Темпларка, что там, Баунти Хантер может немного магии побить. Дарк Сир, если все прям хорошо зайдет. Ну, смотри, Репел кидается на Деваврора, Джиггернаут использует Блэйк Кури. И, ну, по сути, ты по главным дэмэдж-дилерам не попадаешь Эклипсом, не попадаешь Вакуумом. Да, да, да. Поэтому урон с руки очень сильно нужен. Либо Омника забрать первым. Вот, если не будет Guardian Angel, тогда все. Тогда вся эта критика, наверное, будет неуместна. В том-то и дело, что Омника очень тяжело забрать первым. Нету станов, нету дизейблов хороших. А если ты ловишь Омника в Финсгрип, тебя либо прячет Деваврор, элементарно, либо копает Сенткинг. Либо Омника прячет Деваврор. Короче, что-то происходит, в общем. А аутов у команды Ньюби огромное количество. Их пик сейчас смотрится намного лучше. В такой игре. В такой пассивной и вязкой игре, я бы даже сказал. Ну, вообще, хотелось бы сказать то, что адфинам пока что не отстают по фарму. Это важно. Это очень важно. Серьезное отличие есть между командами, которые прям хорошо играют и играют недостаточно хорошо. Это то, как они собирают деньги с карты. Это действительно становится заметно, когда мы видим сражение, там, тир-1, тир-2 коллективов. И вроде бы все ровно, вроде бы вышки забирают идти и идти. Но, с одной стороны, у нас есть перефарм в 25 тысяч, там, на 30-й минуте. Хотя на карте ничего не происходило. Сейчас же это не совсем так. И мы видим то, что адфинам начинают поджимать вновь. Начинают поджимать верхнюю линию. Ньюби набрали смелости. Постараются сейчас сломать т2 на центре. Юнайн грызается в тавр. Уничтожает его. Но нужно задуматься о том, что придется дефать в ближайшее время топ. Только что заметили ОД, заметили Омника. Используются глиф фортификации. Ну, наверное, надо оставить иллюзии и убегать отсюда, адфинам. Или они в курсе, что там телепортов нет. У Деваурера не было телепорта, и они были в курсе. У Деваурера не было телепорта, да. Поэтому они так долго стояли, били башню. Ой, как быстро копают муну. Луна просто не успевает нажать блокинг бар. И это, конечно, так просто решает телепортироваться прямиком из драки. Скайларк убегает, но получает Дефюжел Блейд. Трипл килл. По какой-то причине от финнам недооценили в данный момент силу соперника. Надо было просто оставить иллюзии и убегать оттуда. В идеале, да. Особенно оглядываясь на события, прошедшие не так давно, 100% нужно было уходить. Потеряли четырех персонажей. Очень неприятно. Ну, пока что первая карта идет просто полностью под диктовку команды Ньюби. И, возможно, они будут даже заходить на хайграунд, потому что у Девавора появляется Муншард. Большое количество хороших артефактов. Есть и Ньюби. Плюс, самое важное, то, что никто их не сплитпушит. Ох, как Темпларочка из-под Мелда ударила только что по Джаггернауту. А там что, Скади летит готовая? Там, да, там Курьер запакованный, там Яул из Скади летит. Ну, там нету поинт-бустера, судя по всему, но, возможно, докупит. Очень больно, но Бейн классно отыграл. Хотя, с другой стороны, там еще, кажется, рефракшн имелся. И, в любом случае, урона бы не было. Стеночку Дарксир не тратил. У него ее просто нет. Еще 30 секунд не будет. Так, прыгает, нападает на Рубика. У него был кулдаун на Блакенбаре. Если я все верно помню, вот только-только сейчас прожимает. Начинает сразу же нападать на Джаггернаута. Джаггер бежать, все бежать. Вот он, Гардиан Эйнджел, с которым пока не справится. И нечем продолжить. И нечем продолжить ребятам из Атфинном. Они потратили сейчас много хороших скиллов. Подкопали Дарксира, убили его. Опять просто отойти? Ну, Атфинном некуда отступать. У них лайн сейчас будет падать. Я понимаю, я понимаю. Но просто сейчас идти умирать, спускаться вниз. Само собой. Этот лайн уже придется отдать. Нету Эклипса, нету БКБшек у ребят Атфинном. И тут просто идет фит на данный момент. При этом под треком ворованным был Бэйн. Так что еще дополнительная голдишка для Ньюбе. Да, фит, конечно, красиво играет. Вот он, Дефьюжл Блейд. Но не поздно ли? Не поздно ли? Вообще нужно задать вопрос. Возможно ли еще вытащить эту игру? Потому что мы видим, как Скади прилетел к Джаггернауту. Как уверенно Ю-Ю-Ю-Ю-Найн стоит. И вообще... Ай-яй-яй-яй, как же больно. Растяжка, стенка очень неплохая. Но где же продолжение? Залетает наконец-то на треке. Но слишком мало урона выдает. Maybe next time. Мадара даже не подходит драться. Темп варка падает. Выкупа нет. И мы видим надпись Г. Г. 32 с половиной минуты. И Ньюбе со счетом 3.17. Весьма показательным счетом, стоит сказать. Побеждают на первой карте. Я удивлен, как так получилось. Почему Атфинном настолько сильно проиграли. Я бы сказал, как-то вяленько играли они сами. И вот это обещание играть жестко, агрессивно, оно, мы видим, пока что не выполняется. Возможно, не стоит Атфинном ввязываться в игру Ньюбе. Нужно создать свою карту и катать в нее. Но...